МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По Казахстану самые крупные города, которые принимают иностранцев, это Астана и Алматы. Ну и по западному региону в этот список ходят помимо АТРАУ АКТУБЕ. Поэтому для нас она представляет действительно реальную опасность. Давайте оттолкнемся от цифр в мире, какая сейчас ситуация. По лихорадке Эбола очень много сейчас информации передается, средства массовой информации. Вы все информированы, население наше. Что хочется сказать, что лихорадка Эбола – это очень особо опасное, высококонтагиозное заболевание. В мире она зарегистрирована в основном в африканских странах. Это Либерия, Северная, Леония, Нигерия. Но она вышла из пределов этих стран, уже регистрировалась в Америке. Врач заболел этой инфекционной болезнью. Затем недавно в Турции уже зарегистрировано на подозрение лихорадки Эбола 6 человек. Это 5 человек вернувшихся с Хаджи и один турецкий студент, который находился в африканской стране. Так что сейчас, на сегодняшний день, можно сказать, более уже, если точно говорить цифры, 9936 человек заражены этой инфекцией. И более 50% дали летальный исход. То есть, если в цифрах говорить, это 4877 летальных случаев. И это не гриппозное заболевание, не ОРВИ, которое в зависимости от сезона ослабевает. Она актуальна круглый год, эта болезнь опасна. Ну, лихорадка Эбола, она воздушно-капельным путем не передается, а передается через непосредственно контакт с кровью, а также другими жидкостями организма, в том числе и через пот может передаваться. Также может передаваться, есть такие данные, что может через кровососущих насекомых тоже передаваться эта инфекция. Класса Турганбаевна, ну, для нас наиболее, не приведи Господь, конечно, наиболее возможный вариант передачи, это какой? Ну, я вот, что, я сказала же, различные передачи, ну, это непосредственно, значит, это... Если выезжает в заграничные поездки. Да, в заграничные поездки, вот, кто выезжает, это может, вот, непосредственно, если столкнется, ну, как, с это... Ну, я же сказала, непосредственно прямой контакт с кровью, может быть. Медработники, которые выезжают, вот, помогать по олигородке Эбола, вот, в частности, российские наши поехали врачи. Вот, все меры предосторожности надо, потому что это такая особо опасная инфекция, нужно работать в специальных противочемных костюмах первого типа. Вот такая вот заболевание. Но при всем приемам панаций от нее нет? Да, лечения, к сожалению, специфического лечения нет, и вакцины нету против этого заболевания. Вот, Семерная организация здравоохранения предполагает, что вакцина, значит, будет где-то, где-то в 2015 году только разработают эту вакцину. Что должны помнить актюбинцы, наша телеаудитория? Ну, наши актюбинцы должны знать, что, значит, если в случае выезда в командировку или в рабочие какие-то поездки, или на учебу в африканские страны, они должны знать об этом заболевании, симптомы этого заболевания, как меры профилактики. Вот, и по возможности, если есть возможность, вот мы тесно работаем с туристическими фирмами, разработали листовки, различные памятки для туристов. Если есть такая возможность, по возможности не выезжать в эти страны, особенно африканские, где зарегистрировано это заболевание. Африканские страны, простите, это не только Нигерия, это и Египет может быть, и Марокко может быть. Да, и, значит, до нормализации эпидемиологической ситуации, если есть такая возможность. Туристические компании сейчас, какую вам помощь оказывают? Туристические компании, ну вот мы... В филактике, в этом везде. Да, мы вот, значит, как с туристической компанией у нас налажена связь, мы вот разработали памятки, листовки, всем туристическим фирмам выслали, и, значит, действительно большая работа идет с туристами, которые выезжают в различные страны. У нас миграция большая, вы знаете. Выезд не запрещается, тем не менее, в африканские страны? И в ситуации их помощь также нужна? Ну, конечно, сейчас вот особенно международные рейсы у нас на аэропорту города Ахтубе есть санитарно-контрольный пункт, где, значит, все приезжающие к нам в город пассажиры проходят, значит, вот эту бесконтактную термиметрию, то есть вот этим прибором-тепловизором. На сегодняшний день таких случаев не зарегистрировано. Ни на кого не реагируем. Да, как не зарегистрировано, так же вот сейчас вот и в нашей, по республике Казахстану у нас везде на СКП аэропорта работают тепловизоры по всем регионам республики. На сегодняшний день, к счастью, не зарегистрированы такие случаи. Если говорить о других особо опасных и карантинных инфекциях, к ним, в связи с тем, что Эбола сейчас тема номер один в плане карантинных инфекций, другие-то не теряют свою актуальность, в связи с тем, что и они тоже актуальны на предстоящий эпид-сезон, по ним какая работа профилактическая проводится? Ну, сейчас, конечно, у нас вот проводятся семинары со всеми лечебно-профилактическими учреждениями области по карантинным особо опасным инфекциям. В том числе, это Комга-Крымская геморрогическая лихорадка, лихорадка ДНГ есть такая вот, геморрогическая лихорадка. Затем проводится инструктаж, все медицинские работники у нас обучены, в частности, по лихорадке Эбола, всем профилактическим, противоэпидемическим мероприятиям. Также, значит, в Республике Казахстан принято постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан за номером 18 по 17, значит, о недопущении и профилактике по всем геморрогическим лихорадкам. Не допущение завоза этих инфекций в нашу Республику. Вы отметили, что в Турции среди тех людей, у которых имеется подозрение на лихорадку Эбола, есть паломники. Паломничество у нас завершилось 2-3 недели назад. Получается, болезнь не сразу появляется? Да, болезнь, вы знаете, инкубационный период болезни, это от 2 до 21 дня, может проявиться в течение 3 недель. Поэтому даже, если даже, допустим, тот же паломник, если, как сказать, 21 день, он может быть заразиться там, а приехать здесь вот проявиться, у него клинические проявления. А клинические проявления этого заболевания, это высокая температура, 39-40 градусов даже выше. Затем, значит, различные катаральные явления, боль в горле, мышечные боли, слабость, головные боли, может быть и диарея при этом заболевания, высыпание на теле. Затем внутренние и внешние кровотечения, вот этим опасны заболевания, которые приводят к быстрому летальности. Актюбинские паломники после приезда проверялись под вашим особым контролем или особых причин для беспокойства нет? Ну, особых причин нет для беспокойства, поэтому в этом плане нормально. Не проверялись. Программа подходит к концу, поэтому подытожим сегодняшнюю нашу беседу. Эбола все-таки это тема не такая уж, про которую можно сказать, она нас не касается. Ну, дай бог, чтобы она и не касалась нас, но, тем не менее, необходимо в первую очередь, так как иммунитета не существует против него, нет, да, выработанного? Нету, конечно. В таком случае необходимо при первых же подозрительных признаках на какую-либо болезнь обращаться к медикам? Да, за медицинской помощью обязательно, если вдруг кто-то, допустим, или с туристической поездки, или с рабочей поездки вернулся с таких вот стран, где зарегистрировано это заболевание. И если почувствовал недомогание, симптомы этого заболевания, то, конечно, необходимо обращаться за медицинской помощью. Это одно. Второе, воздержаться, наверное. Да, воздержаться по возможности, воздержаться от поездок в такие страны. Ну и как здесь не вспомнить легендарное наставление, скажем так, одного из ваших коллег, не будем называть по имени, который все время призывает нас не здороваться за ручку во время особо таких вот эпидемиологических сезонов. Поэтому действительно обойдемся без лишних контактов. С вами были Акмарал Майкозова, также Клара Турганбаевна-Каирова, руководитель отдела Департамента защиты прав потребителей. Всего доброго. Продолжение следует...